Алена Курилова Алена Курилова Алена Курилова Ну, кроме тех случаев, конечно же, если с вами работали профессионалы. Скажем так, если это профессиональное заболевание, то здесь поможет только профессиональный лекарь, тот, который разбирается в магии. Если же это обычная бытовуха, зависть из глаза и прочее, вот не гораздо в жизни человека, то вы вполне можете себя поставить на ноги самостоятельно. Прежде всего, признаться в себе в своем состоянии. Да, мне плохо, я не буду радоваться жизни, я полежу и подумаю, почему это могло со мной случиться. Не надо изолировать себя от общества и прекращать общаться с теми подружками, ну, в которых вы сомневаетесь. Нет, это ничего не изменит. У вас за спиной они вас все равно будут обсуждать и это будет также пробивать ваше поле. Просто соберитесь, сконцентрируйтесь, изучите техники защит, в частности, капсула, прочитайте, посмотрите программу «Все будут добрые», найдите ее в интернете. Я как-то рассказывала о техниках защит и еще буду рассказывать. Найдите эти источники литературы, прочитайте и попытайтесь сделать медитативные техники собственной защиты. Также очень помогает холодный контрастный душ, все, чем душаете, ломается водой, смывается водой, снимается. Стоите, сливаете с себя эту воду. Также помогают большие источники воды, в частности, места силы. Летом это, конечно же, море. Если стихии задавать программу «Очистить вас», то она, естественно, вам поможет. Я бы сказала, таких методов самоизлечения очень много. И я хочу сказать так, человек, который излечил себя сам, уже приобретает определенный иммунитет к разным всяким энергетическим пробоям. Работайте над этим и у вас получится. Было бы желание. А по поводу красной ниточки на руках, ну, нет ничего смешнее в моем понимании. Это, скажем так, поворозочка самоуспокоения. Все настоящие обереги и амулеты являются тайными, то есть скрытыми от глаза людского. Красная ниточка на руке говорит о том, что я почему-то пырыляк снимаю. А говорит о том, что человек немножко, ну, труслевенький. Вот на сегодняшний день он, как зайчишка, боится всего и магии в том числе. Не показывайте свои страхи. Красная нитка вряд ли поможет. Спасибо большое. Следующий вопрос такой. Алена, как можно записаться к вам на приемы, сколько это стоит? Послушайте. Да, у меня есть платные консультации. У меня есть к тому талант. Есть высшее медицинское образование и образование психолога. Поэтому, смотря какую вы хотите от меня помощь. Помощь как провизора. Консультировать вас по травмам. Помощь как человека, который есть экстрасенс или психологическую помощь. Это нужно обсуждать. Раз. Два. Что такое консультация? У меня нет понятия консультации. У меня есть вопрос к экстрасенсу, за который я берусь или за который я не берусь, ни за какие деньги. Поэтому, теоретически, ответа на вопрос о стоимости быть естественно не может. Потом, что вы от меня хотите. Разные объемы работы предполагают какую-то разницу в моих потраченных силах. Поэтому, просто так, сколько стоит, ответ нисколько. Лично для вас нисколько. Спасибо. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вы сейчас публично известный человек. Вас узнают на улице в общественных местах. Если люди подходят взять автограф или сфотографироваться, вы соглашаетесь на это? Вам это нравится? Деткам никогда не отказываю. Вот деткам, вот если детет бежит ко мне и тут бумажечку какой-то талончик тянет, понимаете, чек от супермаркета, распишитесь, я обязательно распишусь. Иногда бывают, конечно, казусы и курьезы. Когда на фоне каких-то реклам, я не знаю, на фоне каких-то бигбордов пытаются сделать со мной фото, ну, естественно, я отказываюсь. Потому что это может влечь за собой какие-то элементы рекламы, в которых мне бы не хотелось участвовать, понимаете. Ну, фон должен быть нейтральным. Если фон нейтрален, от фото не отказываюсь практически никогда. Следующий вопрос. Алена, расскажите, как вы познакомились со своим мужем? Ой, вот так сразу. Это было так давно. Замужем я единственный раз. Первый, я надеюсь, последний. Ну, ничего, как говорится, не предвещает вторых браков. Я познакомилась с мужем в девяносто первом году. В девяносто втором мы поженились. А в девяносто третьем родилась Танюшка. В девяносто первом году осенью на свадьбе. Сережа был дружком на свадьбе у моей родственницы. Она выходила замуж за его друга. Ну, а я, так скажем, была такой костью загадочной из Донецка. Я тогда после института работала в Донецке. А Сережа жил в Харькове. Ну, и он часто уже после института летал в командировки на самолетах. И говорил, Алёночка, ну, это же все по пути. Я же из Алматы на Харьков. Ну, Донецк, это же по пути, да. Мне это очень нравилось. Это был такой трап самолета, тортик. Сережа такой. Это было очень романтично. Мы встречались, кстати, недолго. Мы до свадьбы, если виделись, раз десять. Честно, да. Ну, на что я делаю вывод? Если это твое, то это твое сразу. Если это не твое, в частности, для мужчины, то он будет встречаться годами, морочить голову, говорить, что то денег нет, то не готовы я еще. Девочки, если вы его, поверьте. Десять свиданий решает вопрос вашего брака. Вопрос такой. Хотела бы узнать, как вам работается в проекте следствия «Ведут экстрасенсы». И второй вопрос. Как вы восстанавливаете силы после расследования? Ой, сейчас новая шестнадцатая... Нет, сейчас это о чем? О следствии вопроса. О следствиях, да. Так. Как вам работается в проекте следствия «Ведут экстрасенсы»? Ну, скажу честно, работает. Работается. Чувствую в этом свое призвание. Чувствую в этом свою миссию. И, знаете, иногда очень тяжело. Иногда тяжело до такой степени все, отказываясь. Я не поеду в это расследование. Я не могу. Вот сейчас я хреплю. Я просто неделю была на больничном. Я не смогла от всей температуры даже поехать на расследование. Знаете, все, не могу, не еду. Ну, только показания к реанимации или высокая температура могут уже окончательно, ну, меня сбить с этого пути. Капризы – это не мой случай. Я всегда практически соглашаюсь. Очень часто бывает так, когда силы просто покидают. И здесь начинаются, я называю их запрещенными штучками. Когда мне подсовывают письмо, а ты почитай. А ты почитай какой там трудный случай. Я начинаю читать. Что? Где? Как? Да вы что? Нет, это не может быть. Начинаю бегать, носиться по комнате. Все, уже девочки-сценаристы. Уже девочки из администрации следствия сидят и говорят, да, там. Ну, Курилова уже согласилась. Но вот меня главное возмутить, заинтриговать. Я, когда почувствую свою роль и возможности помочь, ну, я же спать не буду, понимаете? Ну, я больная, я фанатка в этом смысле. Лезу на рожон, скажем, не отказываюсь. Ну, скажем, такой солдат. Солдат. А на вопрос, как вы восстанавливаете силы после расследования? Трудный вопрос. Практически иногда силы покидают даже на физическом уровне. Если честно, были такие случаи, когда сутки плакала и не могла успокоиться. Сутки рыдаю и все, не могу успокоиться. Хожу, брожу, до пухла, невозможно выйти из квартиры, значит, спать. Закрывать все шторы. Пить стакан теплого молока, ложку меда. Это рецепт из детства, понимаете? Молока обязательно теплого, такого горячего. Ложку меда, закрыть шторы, укрыться и загадать себе сон. И, ну, знаете, медитация детства. То есть оторваться от сегодняшних проблем, уйти в какое-то спокойное такое вот размеренное состояние, почувствовать себя спокойным, счастливым, можно даже сказать, не здешним инопланетянином. То есть уйти в какую-то медитацию и сон. И вот такой сон у меня может продлиться 24 часа, сутки, полтора суток. Да, такое было. Было такое, что я больше двухсот суток не открывала глаза. Я открывала глаза, пила воду, ходила как-то так сонно и опять шла и отключалась. Иногда даже вот работал телевизор, и я просила, чтобы его не выключали, потому что мне нужен был какой-то посторонний шум. Это очень такие тяжелые состояния. То есть восстановление себя на моральном уровне, поверьте, сил у меня хватит. Иногда даже физическое тело вот не справляется с нагрузками. Но методики есть, они уже давно отработаны. Спасибо. Ну а если мелкий, допустим, такой медитативный компонент, то прийти в себя для того, чтобы идти дальше, у меня достаточно минутки 3-5. То есть это опять-таки медитативная техника, закрыла глаза, села. Это может быть даже в буссе или в машине, и я могу дальше продолжать расследование. То есть вот такие короткие, экстремальные моменты восстановления у меня тоже есть. То есть оценивается сразу, знаете, по шкале степень своей усталости, возможности идти дальше, длительность перерыва, ну и глубина, так скажем, своего транса. Я сама как йог себя восстанавливаю. Продолжение следует...